Всем здравствуйте, меня зовут Людмила Козловская, я являюсь президентом правозащитного фонда «Открытый диалог», а также администратором правозащитной мониторинговой группы «Активисты неэкстремисты». Сегодня мы садились в прямом эфире для того, чтобы обсудить вопрос, что будет дальше с Казахстаном. Путин фактически поглотил Беларусь, и следующие у него на вилочке – Казахстан. И эту тему мы сегодня обсудим с Мухтаром Аблязовым, лидером ДВК. Здравствуйте. Здравствуйте. И с Ботой Джарди Мали, юристом, международным правозащитником. Ботой, здравствуйте. Привет. И первый мой вопрос. Бота, ты могла бы немножко напомнить. Вот столько сейчас было обсуждений, это стало фактически темой номер один в казахстанском обществе, и не зря. Вот что все-таки произошло у нас в 3 сентября? Только резюмировать, и как оправдывается при этом фактически все чиновники Казахстана? Министерство централизации, КНБ, ну и так далее. Так, что у нас произошло? Ну, у нас на самом деле произошло чрезвычайное событие, потому что в прямом эфире свершилось госизменом цен, а именно предательство национальных интересов Республики Казахстан. Каким способом это произошло? Правительство Казахстан подписало меморандум с российской группой компании Сбербанк о том, чтобы перевести все государственное электронное управление, то есть нашу систему, которая сейчас существует в Казахстане, система ЕГОВ, на единую платформу, созданную Сбером. Ну, понятное дело, что это стало очень резонансной темой. И я не знаю, но мне кажется, что вот мы ее обсуждали ровно неделю назад, и за это время уже свершилось много как бы событий, много комментариев было, и именно со стороны представителя правительства, а непосредственно министра... Багдад Мусин, министр инноваций космоса, даты... На самом деле он просто лоббист Сбера, вот выглядит именно так. Багдад Мусин, даже его вытащили в прямой эфир, ему пришлось отдуваться от всего правительства, доказывая очень неубедительно на уровне, знаете, завхоза, а не министра большой страны, для чего нужно вдруг переходить и как бы ломать существующую систему и переходить на систему российской компании, а именно Сбера. Я как раз хотела показать коротенькое видео, где он говорит о том, что вот на самом деле переход на Сбер – это демократизация. И вот если можешь, давай вместе посмотрим это видео, и ты прокомментируешь, если ты не против, да? Мы созданием платформы и переходом на платформенную модель вносим своего рода демократизацию в IT-отрасы. Что я имею в виду? На сегодня десятки тысяч программистов, они вынуждены, грубо говоря, искать заказы в обворке, то есть это есть фриланс-площадка такая или других, а многие еще и уезжают со страны, потому что не могут найти здесь себе применение. А эта платформа, она будет давать свободу того, чтобы маленькая команда или один даже специалист в строительной, он изучил строительную отрасль, проблемы в строительной отрасли, и хочет зайти на проблему, на платформу и решить проблему, то есть прописать правильно бизнес-процессы. Ему будет предоставлена такая возможность. То есть мы вносим своего рода демократизацию. Мы не хотим, чтобы в основном вот эти вот 30 компаний, которые вокруг, как говорится, IT-государственного сектора крутятся, чтобы только они имели доступ к этим заказам. Знаете, ребята, чистый Оруэлл, да, это Джордж Оруэлл, 1984 год, когда создается новояз, и мир – это война, да. Здесь у нас получается, что оказывается переход на монопольную систему и создание единого оператора, от которого ты полностью зависишь, является способом демократизации. Это какая-то демократизация немножко в извращенной форме, с извращениями по-назарбайски. Я думаю, Мухтан Кабуч, вам здесь есть что добавить. Но, как известно, любая монополия – это большая проблема. А тем более, когда монополия компании, представляющей интересы соседнего государства, это точно попадает под статью «Как сдача национальных интересов». Мы же все прекрасно знаем, что монополии должны регулироваться. А как его здесь регулировать, если монополия находится в соседнем государстве, подчиняется российским законам, не казахстанским законам. При этом эта компания и любые действия государственных органов, правительства и любых других относительно этой частной компании, она обязана исполнить в соответствии с законодательством России. Поэтому монополия, она не под контролем нашей стране, она под контролем лично Путину. Поэтому, фактически, все инструменты будут в руках у главы другого государства. Вот она реальность. Тогда это будет путиновско-назарбаевская монополия, где наше электронное правительство гладко встраивается в вертикаль власти Путина. Это просто мы видим, как это идет. Это называется демократический способ осуществления власти. И вот, Мухтар Кавлович, мне кажется, вы очень важный момент упомянули. Тот факт, что СБЕ является российской компанией. Это российская компания. То, что собирается подписать правительство Казахстана, это на самом деле договор не международный. Это не создается международное право. Это будет обыкновенный договор коммерческий, который будет регулироваться нормами гражданского права. Еще неизвестно, какую страну. Российского. Это тоже, да, интересно. Но надо не забывать, что в России существует свое законодательство о национальной информационной безопасности, свое законодательство о защите персональных данных. И вот по российскому законодательству СБЕР, неважно для кого он осуществляет услуги, он будет являться оператором и будет объектом этого законодательства. Российским оператором. Российская компания. Да, да, да. И, соответственно, если ФСБ или прокуратура российская потребуют от него какие-то данные, либо одного физического лица, персонализированные данные, или какие иные, допустим, какую-то агломерацию данных, то СБЕР, как субъект российского законодательства, он будет обязан подчиниться. И все. О какой защите наших данных идет речь?